8 новых команд я их даже не могу перечислить на что не знаю где эти 8 новых команд спит или нет медийной команды соберу я вокруг себя в лиге зачем они нужны к там эти медийный статус получает как это получается вообще честно не понимаю надо смотреть есть человек на акинаторе или его нет я все-таки сторонник постепенного развития меня зовет у дрот сам кал родина и зарплату выше предлагают кутуз ушел вот кутуз оттуда ушел для меня команды типа нету я помню те эмоции ну там люди плакали это несправедливость а люди обожают несправедливость всем привет это новый выпуск столом привет халлоу вас очень мало непривычно я такой уютный столик этот маленький а родной все так все нравится очень да хорошо у нас сегодня некий человек из трендов ютуба вписка кстати кто не видел обязательно смотрите капитан тудроц совет капитан амкала сибыч и фидос партнером выпуска является компания фонд бэд закрепленным комментарий ссылка на регистрацию по промокоду бро 2000 фрибетов регистрируйтесь играйте но не заигрывайтесь я хочу обсудить все актуальные темы и я не случайно позвал вас потому что в моем понимании вы главные медиа именно футболисты и вы делаете контент не потому что вам нужно получить статус а потому что вы реально в этом заинтересованы и вот если описать что такое медиа-футболист это очень сложно как мы понимаем по куче выпусков попросим вот это идеальное определение что такое медиа-футболисты чувак дописал кстати играет я в личку как-то нашел мой контакт горит я знаю как определять медиа или не медиа горит надо смотреть есть человек на акинаторе или его нет если он есть на акинаторе у него есть фотка значит у него статус медиа если нет то нет ну это кстати было бы достаточно медийный короче хочу чтобы вы тоже высказались потому что мы тут собирали президентов они высказывали свое мнение по формату по статусам вообще по всему в том числе хочется услышать вас потому что мы часто говорим с президентами но мы не так часто говорим с футболистами еще немного сегодня говорим кэш про кубок россии давайте наверно с кубкой начнем хотя здесь я хочу быстро закрыть тему кубка и потому что по ней пока говорит особо нечего вот год назад было гиперсенсации то что вы прошли там буки давали кэфы 13 10 сейчас как будто бы есть ощущение что вы все три команды обязаны проходить но при этом на нашу пару точно я помню что у нас коэффициент больше чем у знамени да чуть-чуть там сопоставимы там двойка и тут и тут первое просто на них по 2 и 9 на нас 2 и 9 на знаменем 2 и 3 но мы не фавориты так сказать мы не фавориты да вот на вас не помню мне кажется у нас был сначала он плюс-минус одинаковый но вот странное совпадение вчера вышла вписка по ходу свои очки все именно знаешь это прочувствовали какую-то эмоцию и прям он резко скакнул вчера он стал 1.68 на нас а на них там 2.30-2.40 что-то такое вы с сахалином играете да блин вырос больше просто стали грузить школьники просто миллионы долларов туда поверили поверили это есть ощущение что вы обязаны проходить слушай но опять же как по мне амкалу снова повезло на кого вышли знамя сахалин если не ошибаюсь 8 матчей не проигрывают подряд если я не ошибаюсь мы сейчас смотреть статистику вот и в целом хорошая профессиональная команда где хороший крепкий костяк но я считаю что нас побор игроков ничуть не хуже поэтому ну вот ты говоришь да я просто открыл кэфы амкал на амкал 2.8 на знамен агент 2.33 а в вашей паре действительно к 1.7 а на сахалин 4.45 туда пришел до ростов который тренировал сахалин я говорю две недели назад было странно потому что у них по 2.60 даже на нас было побольше ладно давайте просто родину закончив 20 тысяч просмотров на финальный матч выиграли медиа лигу три команды попали в кубок значит надо про все сказать родины там плюс-минус одинаковые таки лучше писал то что они почти все билеты продали она у них была вот и раздали да нет был бы у них медиа футболист был позвал сюда правильно если честно я тоже столкнулся поэтому я дальше да нету такое такого персонажа кроме текилы кого можно из родины позвать именно футболисты и он бы вот тоже поделился мнением и это было бы гибко интересно тяжка наверно будак ну он просел очень сильно он просел он он не играл во втором сезоне в третьем в третьем сезоне почти не играл он да но вот мы просто обсуждали действительно кого можно позвать оттуда вот я вчера вечером когда будак мне откомментировал что-то подумал да наверно будака с натяжкой можно признать так же как и витю блатова но все равно с натяжкой того и другого потому что внимание к ним не так много давайте просто подытожим вот если вы вдруг слетаете но это прям позор как будто уже нет или это нормально ты накидываешь ожидания это твои проблемы всех ну и они у всех же завышены по сал кипятком год назад сал кипятком сал а сейчас я говорю что вот поэтому изменилось все нет то есть вот в прошлом году смотри давай скажем так это один матч в котором может случиться все что угодно конечно это не хочется пройти дальше но ты никогда не знаешь что может реально случиться в одном матче и считать это позорным вылететь от профессиональной команды которая как это говорит целом у нее там восемь матчей без поражений то есть все команды которые до этого проиграли ей они что позорник а 8 матчей как они только начали сезон ну да может считать ну там до этого еще было то что они проигрывали 8 матчей по мграду сейчас падлу смотреть товар нет вообще сейчас согласитесь что есть такой момент что команды на сейчас именно они будут жопу рвать чтобы как раз таки у них не было позора как в том году некоторые считали что нужно максимально настраиваться на дротов на нас там на родину да да но в том году то тоже кстати я думаю все все таки ё-моё ну честно понимали к чему это может привести просто не понимали возможно потенциальную силу медиа команда я про это говорю тебе как будто бы сейчас уже все познакомились плюс-минус что такое медиа футбол как не услышали об этом и слышали про прошлогодние вот эти вот вылеты зоркова вылеты чертанова и так далее да и как будто бы все понимают какая сила здесь что ну у медиа футбола есть хорошая сила у команд и это будет не будет признано вот таким вот прям позором да как для профессиональных команд как это было год назад а я хотел заметить как перед кубком россии снова происходит такое уже небольшое объединение тудроца амкала мы с некитом уже просто на севу чтобы он не орал на нас уже такое знаешь только то самое краткосрочное сплочение команд на родину почему-то всем родину медиа не хочет брать да сибыч к тебе вопрос год назад казалось что это реально прям медийный амкала играл ты играл блатов играл чужой играл дрожжу к маме ночь стоял воротах а дрожжу к нас пиздец медиа ну он реально был типа старичком и он был человек который также у них сейчас какой-нибудь место дружуга играть секунду можно в ту же сейчас это явно более профессиональная команда с кучей профиков и как будто совсем все по-другому так скажем бэкграунда у людей больше футбольного стало кто выходит сейчас в разы вот но при этом у нас ряд людей которые прям заинтересованы чтобы как раз таки из этого уровня профиков развиваться здесь то есть у нас вот ребята типа и мая который ну реально меня удивляют и мая против которого вы играли год назад меня удивляет что у человека реально есть желание и он прям то есть делает какой-то контент то есть больше меня так скажем в нем сейчас просто видно 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 вот это вот неподдельная неподдельная радость неподдельное удовольствие от того что он делает какой-либо контент я вижу какую-то он не для галочки а вот именно это ему нравится типа и понятное дело к чему ты подводишь что ну логично что повышать чтобы уровень команды чтобы пытаться пройти дальше ну мы вынуждены нет же блогеров столько много которые хорошо играют футбол поэтому конечно уклон происходит ну кажется что год назад для вас это прям была фантастика там выйдет против профессиональной команды сыграть еще и обыграть я помню те эмоции ну там люди плакали а для 70 процентов нынешней вашей команды это просто очередной матч со знаменем отчет предлагаешь сделать ну типа какая альтернатива ну то что по сути вы перешли на то против чего ты топилась что надо сделать чтобы этого не допустить оставить всех тех ну уровень медиафутбола растет нужно ты же сам это знаешь ты же сам это видишь это нужно опять же не не к нам обращаться наверно а ко всей индустрии ко всей индустрии чего мы хотим может быть надо собрать какой-то не знаю президентский стол большой стол и обсудить я думаю это поможет что это будет может быть решить хотя бы там за ним а не просто если исходя из этого вопроса вот что мы хотим мы хотим попадать кубок россии и играть то есть мы уже знаешь можем такие у них одинаковые коэффициенты у нас вообще там 16 у другой команды и он больше то есть это же круто то есть писать до чего вырос медиафутбол то что медиа команду считают фаворитом или если было бы все наоборот и мы попадали в этот кубок россии и играли бы грубо говоря просто там супер медийный там биги бегал бы ну что какой мост от этого бы путь да и по эмоции я могу сказать то что сто процентов в кубок россии это вообще отличается от медиа лиги от мкс а потому что ты соприкасаешься реально с профессиональным футболом и не знаю вот но это не тот как по ощущениям ну да как я говорил до этого еще там вообще всех соцсетях тоже знаешь нас тоже есть люди которые в целом в проффутбол не смогли заиграть там ну условно там тот же я да и для меня вот в целом окунуться в этот кубок россии все вот это вот происходящее но это прям знаешь как будто я ставлю такую ачивку какую-то вот своей футбольной жизни можно так сказать второй раз это тоже такая же важная ачивка или уже сто процентов то есть дальше вот мы умеем играть такие матчи как бы вот наш вот один важный матч он есть вот мы умеем такие игры играть поэтому для нас но аппетит разыгрался да во время еды приходит тем более каждая отдельно взятая игра она реально может быть что-то новое принести и по развитию и по эмоциям у любой команды которая сейчас заходит и у родина даже как бы то ни было может быть такая игра которая там реально в истории останется медиа футбола при этом по общим каким-то эмоциям по резонансу по вот этим вот подводящимся всем штукам до внимание наверное поменьше ко всему этому потому что тогда это было что-то вау ну да как обыденно на самом деле не соглашусь тогда до тоже знаешь надо эти матчи сыграть и зависим от их результаты будет вот этот эффект поверь если вы выиграете 1 августа то будет не меньше публикации в соцсетях что у медиа команда мкал опять получилось пройти дальше стадию я уверен что меньше но я только за если их будет столько же еще были две такие крутые победы у вас она была прям такая такая на нерве знаешь а у них было гиперуверенно и это то о чем говорили то есть это тоже зависит мне кажется именно от того как вы матч вы сыграете и сибыч по поводу все-таки профиков ты привел примеры мая но он не один вас очень много новых новых профиков и тех кого взяли весной ты часто говорил про то что но они даже не улыбаются на камеру правда ты что может сказать команды и нет ниже людей в вашей команде и как на это реагируют такие люди но мы заложники обстоятельств то есть мы вынуждены собирать состав где-то даже буквально там перед самыми играми как это было в лиге когда мы играли то есть мы принимаем правила игры просто и по ним играем то есть мне не очень нравится такая ситуация когда большое количество людей особенно внедряется в команды в том числе и в нашу вот я все-таки сторонник постепенного развития и какой-то может быть модели как в nba происходит когда клуб реально заморачивается и делает персонажа очень детально с азов начиная из него лепить прям крутого медиагиганта так скажем неважно это будет пускай профи которого они притащат даже пускай он просто будет не знаю харизматичная внешность и все даже из него можно слепить просто вопрос в том чтобы не было этого конвейера вот сейчас мне кажется у нас такая история что мы вот где-то как раз в этой точке наверное идеального баланса где у нас костяк прям уже появился то есть вот из них можно делать и продолжать футболистов развивать в них и еще при этом круто их развить на камеру чтобы они играли мне кажется у парней похожая история то есть вот несмотря на то что у них регулярно даже вот я смотрю на сборах да приходят новички но костяк в целом не меняется и они повышают узнаваемость они становятся реальному звездами в этой индустрии то есть я за искусственное ограничение в любом случае чтобы как раз таки люди которые попали и стали звездами чтобы они дольше здесь задерживались чтобы не было потока такого сейчас он имеется мне не нравится ну что я скажу хорошо давайте тогда как раз переходить к каким-то глобальным вещам девятнадцатого августа уже стартует четвертый сезон медиа лиги скорее всего это будут стыковые матчи но мы точно еще не знаем ни формата ничего но лохи всякие играют а лохи играют там отыграют потом объяснил что что четыре команды ну есть восемь новых команд да но они играют четыре четыре против четырех и кто из них выигрывает тот приходит в лигу все может измениться это еще как я понимаю не прям финальное решение во вторых целом можно голосование на спорте устроить кого все за мной выбрать если честно а вам не кажется что в медийной лиге это даже более объективно чем ну играть стыки да нет да нет потому что голосование просто накручивается и все ну окей не всегда не было там накруток была была изначально крутая идея которую никто не поддержал а вот у них на этом собрании было то что последние восемь команд лиги по какому статус как определяется по команды по медийной активности или по результатам по результатам заняли в группе четвертое место и четыре команды которые вылетели во время вайлдкарда вот они восьмером играют против восемь новых команд и мне кажется тогда вот прям самых стыковых матчах бы начался бы большой интерес потому что знаешь там условно я не знаю деньги титана они все могут вот они на грани могут вылететь ну а разве это честно ну то есть вот смотрите восемь новых команд я даже не могу перечислить потому что я не знаю где эти восемь новых команд я знаю чисто питер который что-то делает выпускает контент видосы я знаю что говорят они кофе линии нашем деле там хардкоре но я не видел не 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 даже их телеграф каналы наше дело да ну рода на не такого что в целом бойцовской то что я не знаю ваше горя я спокойствие дот чтобы создать команду и коля сказал о гол к нам в лигу и просто должен быть какой-то ну один-два известных чела вообще без команды без всего просто ну знаешь они вот они два медийных им говорят ну ладно давай создавать заходить ну подождите пилинию но это просто ну там при всем уважении экипировка есть экипировку амкала сделали попали в неделю против своих пошел почему анимешник не на просто я к тому что это же не не честно просто вот почему у нас тут много чего не я это же столе собирались я гасил медийный зенит но я вижу сейчас что они что-то делают старая денег дали нет не дали но у меня кстати по деньгам есть вопрос вот я не вижу у них никаких спонсоров я не вижу этого старания ну окей они что-то делают да а по факту что они принесли по факту они могут привнести новый год могут вот когда принесут тогда приходите там тоже в начале когда только появился у них нет ну 40 50 тысяч просмотров было начался сезон там просто 3 2 там 700 просмотра же эти эти отборы их мы делали десятки раз и гораздо круче ну к ним приезжают звезды типа медиафутбола как гасилин как на перфидос да и помогают держит их на плаву но по факту то что они принесли ну смотри я тут на этом вот я реально ездил снимал с ними слабое звено я делал это не за гонорар какой-то не никто не то что они мне такие давай мы тебе заплатим ты снимешь по нас выпуск нет нет потому что просто мне интересно было с этими пацанами снять слабое звено и отвечаю на твой вопрос например я мне кажется оттуда точно будут новые герои вот два человека как минимум там которые ну если все нормально будет они сто процентов должны людям запомниться это бартес этот лысый на мой взгляд офигеннейший чувак вообще и большой человек сантьяго фидос но это искусственно созданная команда это не то что гена миллер такой у нас питере нету медийной команды соберу я вокруг себя это они косвенно любая команда никос у них есть продакшен у них есть типа в любом случае вот так вот по пальцах там и где тренироваться и тренер супер известны то есть это я не знаю здесь это вот для меня вот это как раз и есть не трушный медиафутбол трушный медиафутбол это появился герман где он от точки а дошел до точки б сам для себя создал большие просмотры возможность платить футболистам и сейчас он уже такой вот считает себя грандом а вот это там приходит не знает даже десятка с этим продакшеном искусственную то есть тоже заманивает к себе кутуза говорит ой ты такой харизматичный хотя бля тоже потому что хочет себе хорошего футболиста ну типа ну давай говорить но реально как есть не харизматичный кутуз да да в рамках медиафутбола харизматичный но то что его на тем что и мы из тебя сделаем там звезду за пределами медиафутбола и он это ведется уже второй раз подряд мне кажется это смешно у нас были команды уже которые заходили к нам в медиафутбол примерно так же как ты рассказываешь плюс минус до с деньгами с продакшенами с чем угодно но эти команды ничего не показывали здесь если говорить про конкретную секунду а кто у нас кроме амкала и тудрош что-то показывает ну броуки старались броуки всегда старались и броуки действительно были такой самобытный например не надо и подожди секунду самобытные команды которые на старте на старте просто разъебали из медиафутбола это правда это правда тогда я помню что они когда за меньше чем за месяц собрали 40 тысяч подписчиков в телеге или 45 то это был шок да это было сделано что они собирают 25 41 69 38 56 тысяч просмотров не но сейчас они говорим о том кто как появлялся они кто как где на дистанции держится кто как где на дистанции да но я тебе говорю как раз про дистанцию тоже они сейчас вот как тивыч говорит снимают отборы это всем интересно хорошо а что будет на дистанции посмотрим ты сейчас говоришь что ты кто ну вот то есть вот этот порог попасть в лигу просто вот быть ассоциирован с каким-то крупным брендом и это правда но они же что-то делают это факт и делают но опять же я я видел изнутри вот всю эту движуху мне кажется помимо того что они могут еще привнести это могут быть новые форматы у них действительно там вот как хорошие мои старые знакомые ребята работают у них классный креативный отдел возможно возможно еще раз говорю может быть так не будет скажу просто что ты здесь действительно сидел тогда и хуесосил этот чисто я продолжу это делать и вот у меня есть вопрос я не вижу у них никаких спонсоров я вижу что у них откуда есть деньги скидываются мне кажется нет да мне кажется это зенитом дает деньги какое-то конечно ну как бы а если не дает деньги это получается госфинансирование медийный клуб с госфинансированием это вообще уже какая-то ну залупа блять я не знаю я поддерживаю некий то полностью потому что здесь тупо типы залетают блять готовый пирог просто кусок себе урвать и все блять я не вижу ничего что сейчас чтобы их выделяло кроме блять что-то делают блять но хуенно а чё там делать командам как-то заходить команда допустим броуки понятно они зашли там райзен егоров было не нашли зашли на самом старте поэтому они там разъебали потому что ну райзен егоров окей вот новые команды заходят просто ко мне обращаются тоже там команды которые вот как раз в этом пуле вот из восьми команд которые будут ну давай не сует но оставим нет они говорят вот что нам делать как нам зайти вот чтобы нас не хейтили никак вот допустим заходили броуки что там не было такого знаешь там ну через хейт какой руки заходили отлично рука все обожали когда заходили это реально какой это вот они просто так себе портили репутацию за эти сколько полтора не меньше чем полтора года когда броуки заходили их все обожали я очень как я реально говорил какой кайф наши фанаты там про про то общались мы первым матчем в одинцове играли да какой кайф это был броуки очень круто воспользовались ситуацией что вас не было в первом сезоне мфл мне кажется часть вашей аудитории как раз за ними тогда следили у них было два лидера и у них была концепция это самая главная концепция была пиздатая да когда у команды есть какой-то идеолог который ее толкает и есть какая-то ну там даже вот даже одна из новых команд которые мне реально интересно ну по крайней мере она на старте была очень интересная народная потому что у нее есть понятная концепция новая классная необычная тоже да концепция тоже мощь по поводу того что ты сказал про госфинансирование да это видимо так наверное это так если смотреть ну то есть понятно что деньги газпрома ну а дальше мы все знаем это что в итоге делать такому в итоге ну допустим десятка зашла вот там кроме азамата я ну дорохова я никого не знаю ты там что-то снимали что делать мне еще типа не интересные как по мне это ну я вот это не понимаю допустим но как тогда команда вот они просто спрашивает что вам делать чтобы вот но вот заходить и вот мы тут сидели такие бля вот они по кайфу зашли что нам делать понятно понятный идеология концепция да концепция идеология команды то есть почему то есть в какие-то вот понятные люди которые ее двигают один или несколько и какая-то идеология не кажется это Это главный ответ на этот вопрос. Да. Ну, кстати, у Питера есть куча минусов, о которых мы сейчас говорили, но есть идеология вот этого, то, что один клуб, один город, и мы вообще за то, чтобы медиалига расширялась на другие города, это тоже своего рода концепция. Смотрите, вот вопрос не касаемо не только чисто Питера, а в целом новых команд. Если по истечении года, команда, например, существует любая год, по истечении этого года она, например, дала 4-5 новых команд, новых персонажей, запоминающихся, да, некоторые из которых были приглашены на стол или еще что-то, если команда дала там 1-2 новых формата и стабильно собирает там условно 80-100 тысяч просмотров, это можно назвать, типа, круто, здорово, классно? И инфоповоды я бы добавил еще. Хорошо. Ну, тогда да. Тогда, я думаю, можно. Вот. Мне кажется, вот такой показатель, и говорить, опять же, я почему, я не хочу выглядеть адвокатом чисто Питера, и там во многом, у меня тоже есть вещи, которые не нравятся во всем этом. И я частично с вами согласен по поводу того, что там мы здесь, мы все это создали, а не здесь за деньги из этой серии, да. Вот. Но я всегда за то, чтобы все-таки давать время. И мне кажется, что здесь, как минимум, да, когда просто идут, у нас был случай, когда были просто разговоры, и пшик на выходе. Я говорю сейчас конкретно, опять же, да, там, это вот для меня главное расчарование третьего сезона, это Титан. Вот. И там у нас есть... Дружина. Ну, надеюсь... Просто у дружины не было столько гонора, понимаешь? Согласен, согласен. Пидос, надеюсь, чисто Питер в стыках вылетит, и у них будет много времени к пятому сезону о себе заявить. Понял. Ты рассказывал про то, что был один формат предложен, чтобы играли стыки. Восемь новых команд против восемь худших команд сезона. Но выбрали другой вариант, что просто восемь новых команд играют стыки друг с другом, и еще мы увеличиваем чемпионат на... Сколько? На еще четыре команды. Ну, то есть до двадцати доводим. Нет, самый минус то, что никто не выбывает. Вот когда нет отсеивания, это самая проблема, потому что нет конкуренции. То есть, не знаю, любые критерии нужно придумать, даже, блядь, супер непонятные, но чтобы кто-то вылетал. То есть, две команды должны как-то... Допустим, одна по худшему результату, одна по худшей медийке. Все, их убирают, готовьтесь, давайте через год приходите. Ну, потому что совсем, то есть, не отсеивать, ну, это, блядь, какая... Даже мотивации нет у команд. Ну, я так понимаю, что вот этот вариант с плюс четыре новой команды и расширение лиги это предложил Герман. Ну, потому что было много несогласных, было много команд... Я, например, разговаривал с Асланом Гатаговым, он говорит, я не понимаю, почему мы должны играть стыки. Мы себя круто зарекомендовали, мы себя показали. Да, мы заняли последнее место в группе, но о нас все говорят. У нас есть понят... Ну, они реально одни из лучших новичков сезона. Ну, то есть, это команда, которая хотя бы обсуждалась. То есть, все говорят, знаешь, вот это такая... Ну, не все говорят, окей, да, это моя промалировка. Не фак, что он именно так говорил. Но у них реально есть персонажи, у них там есть какая-то медика, и, ну, лично мне интересно за ними смотреть. Они интересный соперник для грандов, к примеру. И он спросит, почему мы должны вылетать? И, как я понимаю, поэтому была вот такая история с расширением. Мне кажется, что расширение – это вообще ад. Потому что мы знаем, что... Ну, вот, допустим, мы смотрим на МКС, и там достаточно на все 8 команд медийных персонажей. Но когда это 16, уже не хватает. Приходится давать эти левые статусы. И сейчас, когда будет 20, это еще больше непонятных статусов, еще больше непонятных персонажей, еще больше матчей, которые ничего не решают. Ну, как будто бы сейчас... Какая там главная формулировка какая? Очень маленький промежуток, вернее, аргумент, не формулировка, аргумент, что очень маленький промежуток между третьим и четвертым сезоном, поэтому мы сохраняем всем статус и так далее. Как будто бы вот в этом главный косяк в том, что надо было просто, ну, заранее об этом поговорить. То есть сейчас, да, просто происходит отсрочка казни. Вот как будто бы происходит просто отсрочка казни. Знаешь, когда оттягивают, дают надышаться перед смертью. Дай бог, что так. А может быть это оттягивание, а потом будет новая еще отсрочка и так далее. Как будто бы надо было просто, наверное, предупредить о том, что после третьего сезона мы будем там убирать статусы и так далее. Можно было бы даже уже по ходу третьего сезона сказать. Да, это я и сказал. Нет, я имею в виду, что по ходу третьего сезона можно было сказать, вот ты, ты, ты лишен статуса. На четвертый не рассчитываете. Типа как кто выставлен на трансфер, знаешь? Ну, типа того, да. Вот, да. Потому что когда это статусы, сказали, кому будут лишать статуса, помнишь, Салим такой, придется видос, похоже, выпустить. Вот. У него лежал там какой-то видос очень долго. И вот мотивацию убрали человеку, да? Да, да. Он с гринью выпустил в итоге видео, которое просто у него лежало, просто человеку лень было, оно смонтировано даже было. Я не знаю, залить и на кнопку нажать. Вот представляете, да, до чего все это доходит? Ну, хорошо. Вот давайте быстренько каждый выскажется, что надо было сделать, по твоему мнению, на четвертый сезон. Ну, мне кажется, что хорошая была идея с тем, чтобы, если говорить конкретно про людей, хорошая была идея с тем, чтобы пересмотреть статус. Мне очень нравилась история, что Коля лично это сделает. Чтобы не было, знаете, вот это коллективной ответственности никакой не было. Чтобы был конкретно один. И очень здорово, если бы это сделал президент лиги, взяв эту ответственность на себя. Как кифер на Кубке Фиферов. Он просто все решения объясняет, что я президент, я так сделал, и все, вопросы все ко мне. Да, да, да. Вот. И если бы Коля так сделал, да, ну, это было бы топово. Просто вот пересмотреть статус. Окей, отобрать, пересмотреть статусы дальше. Ну, а дальше по количеству команд, да, наверное, слушай, ну, во-первых, мне казалось, что была клевая тема с Кубковой этой штукой. Ну, ладно, Кубковой уже не стали делать. А так, да, надо было оставлять столько же команд. Просто действительно. Кого-то кикать. По какому, ну, давай, я сейчас, у меня сейчас нет решения, по какому принципу надо было кого-то кикать именно. Да, но абсолютно точно надо было кого-то кикать, чтобы на будущее действительно вот эта вот история с тем, что ты можешь вылететь, если ты не делаешь достаточно для сохранения прописки в лиге, она работала. И, возможно, действительно там, да, условно, три команды вылетают, шесть команд устраивают. Стыки нормальная тема? Мне кажется, стыки нормальная тема. Шесть команд участвуют в стыках. Лига растет. Что, прикольно в целом. Вот. Но кто-то вылетать должен. Факт, Сибыч. Скажу про стыки, что это проблема для многих новичков в формировании бюджетов. Потому что трудно вытаскивать деньги им. Поэтому стыки, возможно, не лучшая идея. Но и касаемо по моим замечаниям, я еще раз отмечу, что точно должны покидать лигу команды, чтобы был отсев какой-то, конкуренция. Мое предложение, логично было бы сейчас, убрать худшую команду по результатам и худшую команду по неким критериям медийности. Ну, то есть самую худшую просматриваемую или самую менее цитируемую. То есть какой-то выбрать критерий и ее выпиздить. По людям, типа, понятное дело, что можно ссораться на сроки, но как минимум показательно нужно было сделать, условно, там, 10 человек дать статусы, объяснить почему. Вот, допустим, кто себя ярко проявил. У десятерых отобрать, например. Условно говоря. Составить список медийных, как-то там посчитать, любым способом, неважно. Устроить торжественную передачу статусов. Да, и типа выпиздить их. Ну, то есть, чтобы примерно хотя бы люди понимали, что вот, если я вообще хер пинаю, то, значит, велика вероятность, что меня статусы лишат, и я, естественно, буду менее значимым для команды, потому что у меня не будет привилегий. Ну, ты говоришь, убрать две худшие команды. Ну, по спортивному это можно посмотреть, а вот худшую команду по... По критериям? Да, это кто? Вот кто это был бы? Нет, ну, нужно посчитать. Ну, допустим, я тебе предлагаю, вот, посчитайте контент и единицы контента, да, просмотры какие-то, и просмотры матчей, к примеру. И какое-нибудь голосование сюда прислонуть зрительское, типа, за кем было смотреть неинтересно. Эти три критерия даже на вскидку, и по ним худшую выбрать. Я думаю, не так сложно. Ну, то есть, в худшей мы ошибемся, максимум из трех худших, может быть, какая-то одна будет нечестная, но, блядь, это три бомжа, блядь, которые нахер не нужны. Я думаю, не так было бы серьезно. Это не руку отсекать. Здесь единственное, что если смотреть по интересу, то большая привилегия для, там, условно, дружины играла с сам Калом в уайлдкарде, да, в 1-8 играли. Важно. Из-за этого у нее прибавляется там больше просмотров. Ну, они заслужили этот матч, и они показали крутой матч. А, грубо говоря, другая команда, которая играет в 1-8, там, я не знаю, Титан Родина, да, у них будет в любом случае меньше просмотров. Нет, кто попадает на гранды, у того... Ну, типа жеребьем. Я бы добавил бы еще, чтобы не только этот параметр, а еще, допустим, тоже голосование сделать в какой-нибудь паблике официальном. Ну, то есть, условно говоря, за кем было скучно смотреть. Пускай аудитория тоже решает. Ну, в Порос, кстати, сделали достаточно нормальное голосование, они скручивали все голоса, которые были по накруткам. Поэтому это вполне объективная история. Ну, как телеги накрутить очень легко, там не сложно. Нет, не основной, чтобы это был критерий, но один из трех, допустим, чтобы не такая была значимость у него. И надо устраивать реально голосование, не там, команды, за которые интереснее всем было смотреть, а реально команды, за которые скучнее всем было смотреть, потому что голосовать за отрицательное всегда людям интереснее, люди же все злые. Да я бы добавил бы, закрытое голосование можно президентов даже сделать, не так сложно организовать, тоже критерий, мне кажется, важный. И снять это еще, это было бы вообще шоу. Да? Стол, может быть, поставить? Да, у тебя все это круто. Так просто кидайте, и все. Большая там подверка. Ну, короче, а, сейчас это скажем. Да, это уже все сказали, да, слушай, я тоже за то, чтобы какие-то команды выбирать. Но ты вообще консерватор такой. Я? Ну да, но слушай, я, допустим, опять же не понимаю. Он добряк просто. Я не понимаю, вот реально нахождение каких-то команд, вот, допустим, ну, Титан, да, не в обиду, там, Зуев, мы там с ним где-то там общаемся и так далее, но, типа, вот Кутус оттуда ушел, для меня команды, ну, типа, нету. Там есть Шама Курбана, я могу там следить только за ним, все, для меня команда неинтересна. Дружина тоже, я там общаюсь там с Тони, все, для меня эта команда неинтересна. В лиге зачем они нужны, кто там эти медийные статусы получает, как это получается, я вообще, честно, не понимаю. Если будем кого-то кикать... Сева ваш еще, по-моему, остался. Сева пока свободный. Да? Free agent, да, вот, поэтому... Точнее, убрали. Если будем кого-то кикать, короче, то у людей будет желание, они будут что-то, ну, боятся, что нас могут кикать, надо что-то делать. Поэтому нужно все, сто процентов. Но вы не согласны, что эти критерии надо определять до старта сезона, а не когда он уже закончился, это странно? Ну, конечно, нафиг знает, нет. Я... Ну, медийная лига, ты должен что-то делать, блядь. Ну, это же бред, ну, смешно смотреть на дружину, которая ничего не делает. Ну, блядь, ну, это же... Это как, ты едешь по дороге, и если тебя... Ты знаешь, что камеры нет, да, ты 130 можешь ехать, а когда камера, ты 60 поедешь. Вот это то же самое. Ты должен, типа, соблюдать некие такие правила игры, которые... Ты входишь в медийный сезон, ты, значит, должен заниматься медийной, извините, активностью, а не только, когда ты знаешь, что тебя проверят. Никит. Ну, у тебя всегда много идей. Я бы точно оставил 16 команд, и дело бы, как в этом сезоне было, что играешь 3 в своей, и 3 вот как-то рандомно. Это, мне кажется, добавляет некого интереса, опять-таки, со стороны зрителя. Убирать, да, можно одну-две команды. Не знаю, по какому принципу, точно ли стоит спортивному, потому что, вот, как ты, например, с Басом, ну, да, ты такой думаешь, ну, имеет место быть, там, братья Гатагова, они более-менее вовлечены в медиафутбол, они тут не последние люди, там, с того же какого-то, то ли, не с первым, конечно, а со второго. Там все по полуфиналам они шляются, поэтому имеет место быть. А как та же дружина, ну, да, я такой думаешь, ну, вот они зашли, нихуя особо не сделали. Аргумент, что, типа, блядь, они сделали вау-матч с Амкалом, это, конечно, да, круто, это было интересно посмотреть, но с точки зрения того, что ты не делаешь никакого контента, никак не развиваешь свою команду, Кинг писал, у них вообще нету тренировок, там, до этого сезона, но это как будто просто, не знаю, даже вряд ли это можно назвать освоением бюджета, потому что вряд ли им, у них вроде не было никакого спонсора. Но у них был спонсор, просто они не наносили его на футболки. Ну, нет, там нормальная причина, потому что они футболки отдавали в детский дом, и нельзя было, чтобы на них был букмекер, то есть это нормальная причина. Но там небольшие контракты. Ну, и вот сейчас из новых команд, вот знаешь, я, ну, чисто Питер, вот есть одна команда, говорят, еще какие-то семь команды есть, но, блядь, мы вообще не видим, здесь эти хотя бы пацаны из Питера что-то снимают, что-то делают, что ты можешь подумать. Ну, да, есть команда, которой можно дать шанс, вот одну убрал, одну засунул, а, типа, команда с Минска, ну, блядь, охуенно, что есть. У кого-нибудь там Нижнего Новгорода или откуда, из Северии еще команда одна есть. Сипс Каммерс. Блядь. Им вообще обещали место вообще. Да, 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 но им обещали, мне так, блин, место Коля его обещал, когда он думал, что кубок будет, он тогда, мне кажется, всем мог пообещать, да. Так же в кубок можно сколько угодно взять реально команд, ну, почти сколько угодно. Ну, мне просто не понимаю, вот сейчас, если будут вот эти восемь новых команд, я не понимаю, откуда им вообще брать медийных футболистов и, ну... И вообще они будут играть стыковые матчи уже со статусами? Ну, по идее, да. Ну, потому что было бы странно, если бы они просто согнали профиков и сыграли матчи, которые вообще никому не интересны. Ну, это вообще будет странно. Ну, нет, ну, как откуда? Смотри, та же вся система, вот Fight Nights как заходил. По сути, там, да, вот заходят опять бойцовские какие-то команды. Вот у Fight Nights, они взяли Павлюченко, круто, круто. Да, у них Камил Гаджиев играл, ну, правда, Павлюченко взяли, круто, круто. Вот, там, Камил Гаджиев играл в первом-втором сезоне. Круто? Круто. Вот, потом кто? Марив Пераев у них. То есть, они... Друг Сибыча еще играл. Друг Сибыча играл, да. Вот, они точно найдут, мне кажется, ну, найти можно, можно вот пройтись по вот этим вот реально звездным футболистам, потому что, я еще раз там, это мой медиафутбольный краш во многом, но такой трансфер, как Роман Павлюченко в медиалиге, это супер топ. Это супер паф, супер топ, овер топ, овер круто. Вот. Круто, круто. Но при этом к просмотрам на трансляцию вообще не добавляют. Наверное. Но, там, условно, это причина, по которой можно включить эту игру. Согласись. Ну вот, но при этом это не работает. Не знаю, надо сравнить, я не видел цифры, честно. Хорошо, давайте подытожим. Ваш идеальный формат вот этого стола Dream сезона, это 16 команд, прежний формат 3 плюс 3, правильно? Да. Ну, мы просто не знаем, я, например, до прошлого сезона не знал о существовании такого формата. Офигенный формат. Ну, он всем понравился. Может быть, есть еще какой-то более крутой формат. Ну, реально, понимаешь? Но нам его пока не предлагают. Да, да, да. Ну, то есть мы такие, вот тот формат классный. Ну, смотри, я просто подытожить хотел, потому что вы все сказали, убрать две, может быть, три команды и... Три надо убирать. Больше, чем больше убирать, тем лучше. И дать шанс... Мне кажется, да. И дать шанс, ну, там, двум-трем командам, которые себя хоть как-то проявили. Я бы давал шанс только командам, которые уже себя проявили. Реально, это только Питер. Они хотя бы что-то... Ну, вот Сибыч, они хотя бы что-то там делают. Нет, я согласен. Согласен. Но у меня есть вопросы к тому, что будет заходить команда, у которой, ну, скорее всего, спонсор это Газпром. Это госкорпорация. Потому что Газпром? Нет, Газпром. Это Газпром. Газпром. Он просто дает деньги, чтобы сделать какой-то проект. Это странно. Ну, в моем понимании, медиафутбол поэтому и такой крутой. Потому что у вас у всех есть мотивация развиваться и быть интересными. Потому что вы хотите зарабатывать, потому что вы реально живете на эти деньги. А когда у нас чемпионат России, где просто дотационный, где пилит госденьги, и ни у кого нет никакой мотивации, кроме как каждый год освоить этот бюджет, поэтому он такой скучный, унылый и плохой по качеству. Вот на мой взгляд. Сто процентов. Тут могу подписаться. Поэтому очень опасный заход Питера. Посмотрим. Ну, видишь, у них опять же там... Ладно, все, я уже достаточно защищал. Еще одна тема. Я просто из Питера, поэтому у меня, видишь, Питерский. Я так и понял. Еще одна тема. Это новые правила, о которых просто сказали, как о возможных. Ты очень сильно триггернул на это, что вот, мне не нравится и красный мяч, мне не нравится и то, и это. Хотя красный мяч, мне кажется, уже все свыклись даже с ним, и многим он по кайфу. Конечно, многим по кайфу, что нам забивали этим мячом постоянно. Я триггернул, просто это как в шутку я написал, потому что действительно, мы берем красный мяч, Виктор, что он сказал, просто я на тренировке закуплю сетку вам, чтобы вы им не играли. У вас психологическая травма, походу, этих мячей. Про красный мяч это в шутку был такой вброс. Но в целом вы за то, чтобы, вот ты вообще наоборот сторонник того, чтобы как можно больше правил менялось, какие-то эксперименты. В рамках адекватности. В рамках адекватности. Отодвинуть стенку на сколько? На два метра еще? На два метра. Это адекватно, это круто, это, ну, по сути, там, не сильно чему-то помешает, но может, правда, чуть-чуть, ну, как минимум, это эксперимент адекватный. Адекватный, вот. Аут и ногами, это я там, это тоже достаточно адекватный эксперимент. Попробовать можно. Ну, это хуйня, потому что, считай, аут становится таким же штрафным. Почему нет? Это фут-зал уже, да. Почему нет? Попробуй, адекватный. Окей, может быть, получить право на аут ногами, там, на три минуты, еще что-то. Вот, вот какие-то такие штуки. Адекватно, адекватно. Ну, 12-й игрок, это как будто уже так. Не знаю, но, условно, понимаете, возвращение удаленного игрока, это неадекватно. У меня аргумент такой, что, смотри, нет уже таких людей, которые, блядь, там, имеют те лиги, играют красным мячом, поэтому я это буду смотреть. Но при этом красный мяч очень интриги добавляет в концовки. И добавляет, но люди-то, смотри, но у меня тогда на тебя шахмат, то, что в плей-офф больше людей смотрят. И там нету твоего ебаного красного мяча, никаких правил. Ну, подожди, потому что матчи на вылет, они имеют больше вес. Да не матчи на вылет имеют больше вес. Матч, блядь, Родина Медиа, бей-беги, самый внизу просматривай, блядь, вообще всем. Это матч на вылет. Почему? А его, в принципе, неплохо смотрели для медиалиги. Да, не ваши цифры с Амкалом, но в рамках медиалиги у него были хорошие цифры. Мы здесь что, для чего? Ну, типа, я не знаю, как. Вот я здесь для того, чтобы получать удовольствие, развлекаться и развлекать. Новые правила, они развлекают, мне кажется, и нас, участников, и дают повод для обсуждения, таким как Сева. И они развлекают зрителей. Ну, правда, ну красный мяч, который вот так может все поменять. Да, когда ты играешь, там цена ошибки настолько, ты ненавидишь, сука, этот красный мяч. Ты просто его ненавидишь, когда ты ведешь 1-0 и какая-нибудь там, почему-то Рому, я вспомнил, Рома берет красный мяч против тебя. Но это тоже эмоции, это тоже, ну, на мой взгляд, это несправедливость, а люди обожают несправедливость. Это я понял уже. Я не из-за того, что у меня слабое звено так долго заходит, потому что это самое несправедливое шоу на Ютьюбе, а люди обожают несправедливость, реально. Ну, тут больше не про красный мяч, а про вот это вот 12-й игрок, что-то там на челленджах ты выиграл, ты можешь там еще кого-то воскресить и так далее. Вот это вот... Перебор. Что-то такое, да. Я просто консерватор на это плане. Для меня вот футбол, это одно вот что-то есть, это вот такая вот игра. Я бы не хотел особо менять правила, но это мое мнение. Мне кажется, очень крутая реально штука, что на челленджах, да, будут теперь не очки разыгрываться, а... Челленджах, кстати, не будут теперь вообще очки. То есть это многих триггерило, многие говорили, что это несправедливо, и вес одного очка, это капец как много. И вот с четвертого сезона очков не будет на челленджах. И мне кажется, классно... Вы, кстати, за счет этого первое место заняли в третьем сезоне. Проиграв два матча в группе, да. То, что будут разыгрываться какие-то... Ништяки. Ништяки, можно, да, их так назвать. Кстати, Клюва, если бы это официально называлось, ништяки. Да, медийно. И, опять же, ништяки должны быть в рамках адекватности. Вернуть игрока не очень адекватно. Ну да, мы табу выпустим, скажем, блядь, сломай ногу, блядь, пойди кому-нибудь. Я же Линский написал. А потом бамс, блядь, достали ништячок. Да. А, например, выиграть в челлендже возможность взять дополнительные две или три минуты чистого времени. Идос, давай перебечи только. Ну вот не знаю, перебечи, смотри, реально у тебя есть в копилке возможность взять один раз за сезон дополнительные две или три минуты к тайму. И ты можешь использовать его не обязательно в ближайшем туре, а когда угодно. Там в рамках группового, например, этапа. И прикольно, ты думаешь, может быть здесь, а у меня там скоро матч с Тудрос, может быть туда мне это оставить, эту возможность или нет. И это может сработать, ну, то есть реально может круто сработать. Так же, правда, как и красный мяч. Ты можешь взять это время, а тебе за это время еще забьют. Вот такие штуки, это что-то... Мне всегда казалось, что в футболе уже все придумано. Ну, в рамках консервативных историй, да. Но когда ты немножечко несправедливости такой добавляешь, оказывается еще не все. Давай добавим ништячок, что Азамату можно сигарету курить на скамейке. Так он ее не зажег, а он выигрывает челлендж, и можно оба закурить. Давай. Отлично. Вот это и две минуты добавляешь. Но ты предлагаешь такие, знаешь, какие-то, ну, как сказать, вот это меньше, так скажем, там, ну, две-три минуты добавить, ну, условно. Прикольно? Ну, прикольно, окей. Но там, я говорю, 12-го игрока, вот это то, что, ну, я просто прочитал, я говорю, мы сидим с пацанами, но это уже... Это, насколько я понимаю, как Коль уже написал, что это все не утверждено. Да, да, просто выносилось. Это просто вынесено на обсуждение. Еще раз говорю, мне кажется, что руководят лигой адекватные люди. И все это должно, то есть, условно, как вот суд принимает решение, да, в рамках адекватности чаще всего. Не всегда, а не везде, но так, как должно быть. Вот, все должно делаться просто в рамках адекватности. Сибыч, по правилам. У тебя есть какое-то еще мнение? Ну, изменений, так сказать, прощупывание каких-то новых границ возможностей я бы хотел, чтобы постоянно что-то про боли внедрять. Вот, даже там, условно, стенку двигать на 2 метра и так далее. Понятное дело, 12-й игрок это тоже трэш, лично для меня. Но, совсем какие-то, не знаю, спорные решения, возможно, есть смысл тестировать в тех же стыковых матчах или, может быть, товарки. Ну, то есть, давать вот этим вот подопытным крысам, пускай они пробуют, как это будет, питерские, пускай там, блядь, натестируют, а там уже будем решать. Хорошо, еще тема как раз с президентским столом. Азамат вынес, наверное, на такое самое резонансное предложение полностью отменить статусы. Некид, в принципе, по этому уже высказывался. Я хочу спросить, как вы к этому относитесь? Ну, да, вторая лига его ждет, пускай без статусов играет. Мне кажется, Вася Уткин ему ответил лучше всех. Да, но, с другой стороны, у него есть аргумент в том, что, ну, зачем статусы, если все... Да он просто хочет выиграть, блядь, ему плохо как. Ты понимаешь, почему он это говорит? Я просто знаю тоже, я не хочу ничего вкидывать, да, вот я знаю тоже команду, которая там 105 МФЛ, не могут они найти... Скажи мне, что я вкину. Они не могут найти медийного футболиста, который им поможет еще и на поле. Вот просто тяжело. И мне кажется, Азамат сталкивается с такой же проблемой, что они не могут найти конкурентоспособного футболиста. Так, блядь, снимай с ним контент на протяжении, сука, сезона, делай из него медийного футболиста и все. Почему? Имеет равные возможности, блядь, как у дротов, типа. Ну, блядь, понятно, дело, они имеют преимущество, потому что они ебашили до хуя времени и имеют цифры ебейшие. А ты должен то же самое иметь, блядь, ну, с хуялей, блядь. Заходи более слабой командой, блядь. Тем более людям выгоднее смотреть на сильные команды, которые имеют за счет таких преимуществ возможность пройти дальше. С херами мы должны давать равные, ну, что, блядь, Советский Союз, что ли, равные возможности, блядь. Ну, десятка делала же вот это шоу классное, когда они... Ну, и там Коля пришел и Шакиру такой, блядь, ты мне понравился, вот тебе медийный статус. Ну, взял, раздал, вот они получили, Азамат, так сказать, наныл один статус. Да нет, это один какой-то, а другой ставили сам по себе подход. Вот с какого-то хуя Вульф, типа, запомнился, ну, тоже, вот, получил медийный статус. Мне он больше всего запомнился тем, что вы им интересовались, ну, вот, честно. Все, ну, честно. То есть нет такого, что, блядь, он чем-то... Вот, там, вот, были эти медийные, играли? А-а-а-а, ну да, его туда позвали. Ну, то есть, ну, как-то, плюс-минус, вот тоже, игрок нихуя не делает контент, становится бам-бам-бам, более узнаваемым. Это прикольно, то, что ты можешь... Вульф просто, Вульф запоминает, смотрите, пять букв. Ну, не знаю. Типа, Иванов, хуй вы, да, ну, реально, Вульф. Но бывает такое, что игроки могут сами проявить себя в медиа-лиге и становиться узнаваемым, узнаваемым, узнаваемым. И как бы, как бы речь не шла там про Бирюка и Комеса, блядь, мы уже их знаем. Их внутри комьюнити тоже относительно блядь знают. Блядь путаю до сих пор. Не, Бирюка ты вспомнил, вчера. Надеюсь. Ну, вот ты, кстати, как думаешь, это, ну, не перебор? Ты п***, п***, п*** постоянно, ну, что ты п***ешь? Я к тому, что, ну, тут уже как-то... Да, конечно, нет, ну, что ты? Ты п***ался до зубов, блядь. Во-первых, я ничего не написал, пускай сами люди смотрят, а во-вторых, почему нет? Медийная личность, его п*** в камере, блядь, что я не могу посмотреть на его зубы, блядь, смотрите на мои п***ёвые зубы, что такого, блядь? Берёте? В чём проблема-то? Берё? Да. Нет, пока что. Не договорились. Он игрок тебе зубы сделает, блядь? Реально, он не подходит, тупо по*** в команду. Там должны быть об***или красивые пацаны, блядь, ну что за п***? Согласен? Нет, подходит. Ну, скажи, в каком вы сейчас состоянии с ним? То есть вы договорились, он будет ли за вас играть в кубке? Я так понимаю, что в первом матче точно нет, если вы пройдёте дальше, будет? Общаемся с Зуевым. У вас уже общее горе, да? То есть вы... Да, мы уже сели за столик, знаешь, такие, блядь, я от тебя вон ушёл. Уже немного сблизились. Две бывшие какие-то. Да, уже имя можно называть. Да эти там вообще, блядь, нормальная, интересная команда, целая. Мне кажется, п***дат, если они будут в следующем сезоне. Десятка, вот это п***дец. Ну, короче, побили пока в диалоге. Ну, да. Для Кутузы остаётся 30 плюс 30? Блядь, для Кутузы 50 плюс 50 становится, нахуй. Правда? Всё, раз не получилось. Будем выносить, да, суд-то дрожь, чтобы, блядь, остановилось так. А для Титана? Для Титана, да, блядь. Бесплатно, блядь. Да нет, ну чё, я думаю, 10 плюс 10. Новое решение. Хорошо, давайте к трансферам. Тоже ещё такая тема, которая многих триггерила. Это вот это право сохранять за собой игрока, пока клуб от него не откажется. Кто-то называет это, ну, круто, я теперь хотя бы чувствую себя защищённым, а кто-то говорит, что, ну, какое-то рабство уже начинается. А кто говорит про рабство? Были такие. Что? Высказывания. Сибыч. Я не знаю. Что ты думаешь? Я не знаю. Слушай, ну, сложная вообще ситуация, потому что в первую очередь мы преследуем цель, ну, как бы лига, да, клубы защитить от воровства игроков, вот. Но очевидно, что игроки тоже от этого страдают, но на них похер вообще, потому что не так много персонажей, которые ущемлены, вот. Но да, проблема есть, что если ты подписан, по сути, на год, то клуб может тебе сказать, ну, ты турнир отыграл, сказать, ну, всё, у тебя запышки нету, блядь, просто приходи и играй в футбол. И, по сути, ты не можешь ничего сказать. То есть вот это, конечно, момент не урегулирован. Но в данной ситуации я всё-таки больше на стороне клубов, потому что сейчас важнее, чтобы клубы себя чувствовали увереннее. Потому что трудность с воспитанием персонажей очень жёсткая. Ну, хотя бы год, я уверен, что любой персонаж, особенно новый, который заходит, он обязан год чилить на любых условиях, если он хочет развиваться. Ну, смотря, как ты вот это видишь, допустим, вот я игрок там, ну, условно, Титана, у меня зарплата 30 тысяч, я провёл сезон, просто забил 10, всё офигенно провёл, я харизматичный, я, значит, потихонечку где-то развиваюсь. Меня зовёт Тудрот, сам Кал Родина, и зарплату выше предлагают. И там вот, ну, я вижу, что я могу там развиваться, хочу прийти в команду вот выше. И тут просто мне вот... Ну, я думаю, придётся потерпеть ещё два сезончика. А какая у меня отдача будет, прикинь, в команде? То есть я уже как бы головой, я понимаю, что я перерос этот уровень, я хочу в другую команду. Хочу бороться, хочу играть в Кубке России, хочу бороться за призовые места, и вот меня не отпускают. Слушай, ну, а тут диалогом вот нельзя как раз, знаешь, но здесь, мне кажется, это убирает тот момент, что ты можешь просто... Я с тобой договорился, ты такой типа, алё, я ухожу. А тут, грубо говоря, ты приходишь к руководству, говоришь, блин, я тут достиг своего максимума, но интересуются другие команды. Плюс президентам приходится уже звонить другому президенту, говорить, вот у вас есть такой игрок, мы с ним переговорили, он очень сильно хочет к нам, может быть, мы как-то можем договориться. А если они говорят нет-нет, то в принципе... Как будто это и есть здравые переговоры. Ну, и в медиаполе мы же тоже можем начать, ну, грубо говоря, тогда дискуссию, что там игрок пишет, блин, я хочу уйти из команды, как тот же Кинг начал, и все это начали обсуждать. Он говорит, я хочу уйти, дружина сразу начинает что-то говорить, не хватает просто третьей стороны, которая говорит, да блин, мы можем там закинуть вам, не знаю, двадцатку дать. Прямо вот сейчас, когда мы сидим, вышел подкаст Титана, и там Зуев сказал про то, что Кутуз... Любимая команда некуда. Кутуз – это наш игрок, что нам без разницы на то, что он там посещает какие-то тренировки, и это все пойдет к ним в штраф, и Кутуз, и Дэн Андреевич – это наши футболисты. Поэтому, типа... Не, сама охуена, если они просто Дэн Андреевичу десятку отпустят, а Кутуз оставят. Ну, то есть, это прецедент, и он достаточно интересный, при том, что... Интересно, чем он закончится. Но, и тут еще интересная деталь, то, что Титан на своих официальных ресурсах объявлял о том, что Кутуз ушел. Ну, то есть, Кутуз покинул Титан, и теперь говорить про то, что он их игрок тоже, вот насколько правильно? Можно удалить все сообщения. А, ну я видел, проверял, пока не были. Вот вы что думаете? Вот, ну, у нас прям есть конкретный прецедент. Вот что делать? Ну, если вы объявили, что человек покинул команду... Нет, смотря какие формулировки тоже, но как будто бы, если ты объявил... Там же как звучит этот... Правило это, что игрок находится в собственности клуба на протяжении, да, года или сколько, да? Сезона, ну двух сезонов. Ну да, года, получается. Пока клуб сам не объявил о расставании с ним, правильно? Да. Ну вот, если команда Титан объявляла о том, что Кутуз больше не их игрок, кажется, это и есть объявление о расставании? Странно сейчас писать о том, что он наш футболист. Блин, ощущение непонятно. То есть есть сказать, что вот реально во всех командах есть прям контракты, которые там вот прям сложены так хорошо, что вот... Нет, есть регламент. Это регламент для Диалиги. Что типа без согласия двух команд игрок не может перейти. А там именно, грубо говоря, вот знаешь, они сказали, что все, пока Кутуз. Ну а как они это, нашел, как они это сказали? Их формулировка? Секунду. Не знаю, я как игрок, я вот это, допустим, ну вот... Нет, а смотрите, вот самое важное, это что? Вот как мы клубы будем мотивировать создавать персонажей? То есть как вкладываться? Ну то есть ты, условно говоря, ебашишь на его узнаваемый сезон. А он потом такой, ну все, спасибо. Раскачали. Типа да, где вот этот баланс найти? Ну вот почему мы в своем случае сделали 30 плюс 30 тогда Титану, потому что мы вкладывали-вкладывали в Сережу, а просто Сережа захотел, ушел, блять, за продакшеном. Блять, лет искать продакшен адекватно. Да. Вот пост Титана был от 13-го июля. Спасибо, Кутуз. Официально Сергей Кутузов покинул команду Титан. Благодарим за проведенное время в нашем коллективе, желаем удачи. пока не удалили. Но тогда они типа не знали про этот регламент. Многие на этом круглом столе узнали вообще об этом. Это, кстати, возможно главное достижение большого стола недельной давности, что Текила, например, при мне, он просто, вот я видел, что он в шоке сидит, и вот он там прям узнал. Скорее всего, из-за этого он сохранил пичу. Но это проблема только клубов, которые не читали регламент, а не то, что, то есть надо было читать регламент. А какой, кто будет еще вот этим заниматься? Чтение? Ты читаешь всегда перед тем, как согласен с правилом? Все правда читаешь? Нет. Честно? Нет. Ну конечно, в данном случае, да, юрист какой-нибудь должен прочитать. Смотри, здесь зависит, может быть у них был какой-то договор с кодузом? Если у них этот договор остался, они его официально не расторгли, а просто написали в Телеграме, то договор остается в силе, а это просто, ну, пост. Мы такие взрослые, у нас уже есть контракты, договоры. А вот мне вот это интересно, нафиг. Так, так. Здесь на всех. Банановая плантация есть. Так что живем. Обожаю Тудротс. Обожаю... Че он написал? Обожаю кого тут? Ну что, ну, обожаю. На букву Н? Слово на букву Н. Запрещенное на пище. Обожаю баб. Всем скоро такая пизда. И у меня тут вопрос. Так. Ты действительно обожаешь Тудротс, негроденую расу и баб? Или ты типа вот говоришь это со сарказмом, что ты ненавидишь Тудротс, ненавидишь чернокожих и ненавидишь баб? Нет. Действительно обожаю. Действительно. За бабой я живу. Да, вопросов нет. А всем скоро такая пизда. Это кому? Ну, всем. А можно написать всем. Он тоже, блядь. Типа от... Не завидую вам, конечно. От Сибыча или от Амкала? Почему? От меня лично, конечно, блядь. Я, главное, отвечаю за себя, правильно? Давайте... Чуть подогрел, поджарил. Плохо развишь? Нет, тут мне было важно именно Тудротс. Ты ненавидишь или ты действительно обожаешь? Братан, я на вас столько денег заработал. Как-то могу вас не любить. Да, Сибыч тоже пизда. Мы с Бапеха и Гауча собрались, блядь. Сейчас вопросы будут. И Алекс Месси, и Вик Смолкова. Вы это, наверное, уже не зовете, да? Блядь, блядь, блядь. Давайте наш фирменный блиц в конце, некий пару вопросов. По трансферам... Блин, сегодня офигенный стол был, потому что он как-то пролетел так быстро. Да. Вообще. Во-первых, по Гаучу. Все-таки кубок нет для него? Или вы смогли как-то это все решить? Ну, скажи, уже остается... Братец, очень надеюсь. То есть мы прям вот так вот на телефонах, созвонах... Ты видишь, он все время с телефоном... Где-то я на натуре, я там Гане звоню, через президента все решаем. Надеюсь, все получится. Ну, есть шансы прям реально? Есть, да, шансы. Ну, это круто, что он сыграет. Потому что я был уверен, что это вообще невозможно с учетом доков. А вы... Спасибо. Много футболистов на просмотр взяли? Кто из них останется, кто нет? Ты понимаешь сейчас уже? Двое останутся. Кто? Ну, братья, давай дождемся официального представления. Вот это вот. Вы все время так анонсируете, а в итоге просто фоточка, блядь. Который собирает дохуя количество реакций, лайков, которые у тебя репост собирает. Даже если ты тут скажешь, это все равно соберет у вас, блядь. После того кубка FIFA, блядь, мне тут стыдно что-то говорить. Ну, блядь, сыграл бы ты за Newcastle, конечно. За Crystal Palace брали Сивой Шарик. Можно быть. На другое время было. Ну... Короче, по форме. У вас будет? Амкал показали прикольную форму под кубок. У вас будет что-то такое же? Она едет, и я надеюсь, она успеет доехать. У вас все вот так на флажке, да? Почему? Ну, должна быть. Да че ты так... Я видел ее. Она приехала, да? Вообще бомба, братан. Мы же только вчера женьком вернулись. Она вообще, блядь. Необычная? Прикольная. Я не видел вот в... Вообще вот... Хотя бы цвет такой. Окей. А, москвич. Вы выбрали москвич. Нетипичный стадион. Понятно, что выбора в Москве реально не так много. Об этом уже Герман говорил. Сколько это стоило? Как это оплачивали? Опять ли это был фонбет как год назад? Расскажи. Я так понимаю, что у вас солд-аут. Солд-аут, но так как это день ВДВ, там нельзя. Будет прям полные трибуны. Насколько я понял. Поэтому сколько там можно? Тысячи три. И вот три тысячи. Мы собрали. Две пятьсот, по-моему. Что такое? Нет, больше. Две восемьсот с чем-то. Две девятьсот. Оплачивали. Ну, фонбет. Спасибо большое нашим партнерам, что они помогли организовать сборы. И часть расходов на стадионе они тоже помогли покрыть. И мы со своей части тоже. Дорогое дело, конечно, да? Футбол профессиональный. Да. Ну, сколько в году? А сколько стоит москвич такой вот арендовать? Просто мне... Четыре миллиона, да, как я понял? Ну, это в сумме. Это в сумме. Совсем-всем-всем-всем. С охраной вот такими вот этими. Сам москвич где-то под единичку. Сибыч. Мне некому обратиться еще. Мне кажется, что ты вполне можешь отвечать за какие-то дела Амкалы, которые не только связаны с тобой. Я не знаю. Герман тут команду оставил в лиге. Я вообще не согласен с этим, конечно. Форзяр. Форзяр. Он уходит или как? Форзяр. Слушай, ну, по-моему, об этом говорилось, что ждут, что там чистый Питер в лигу попадет или нет. От этого зависит. Ну, вот сейчас с вами тренет он, не знаю, к кубку он готовится, будет ли он в заявке, вот это все. Ну, прямо сейчас он тренер-тренер. Он тренет кубку фиферов, чтобы кого-нибудь там разъебать в третьем туре. Вот. А маленько болеет. Но с командой, конечно же. Куда он денется? Он наш. Окей. Я думаю, может заканчивать. Мне кажется, ни у кого, или у кого-то есть что еще сказать. Удачи в Кубке России. Да, это бесспорно. Все трюм команды. Нет, ну, наверное, все-таки ты тему изначально сказал про медиафутболистов в целом. Да. Наверное, стоит, наверное, на ней закрыть закрывашку, потому что мы в итоге к чему приходим? Я думаю, что мы-то все в целом высказываемся за развитие персонажей. И призываем, наверное, команды, в том числе новые, именно создавать персонажей. Именно растить звезд у себя. Ну, пока сам человек не захочет, команда это не сделает. Слушай, факторов много. И вот, понимаешь, должна быть тоже понятная мотивация. Вот, в моем понимании, мотивация ради статуса – это, ну, полная хрень. Ну, то есть, когда мединый футболист, как Салим, выпускает видос ради того, чтобы остаться мединым, ну, это ерунда. Говно. А есть другая сторона. Пришел к нам Гриня, который хотел развиваться в этом направлении, но, будучи на спорте, у него не было вот этой вот, скажем так, мэтча с командой. А сюда пришел, он получил здесь эту возможность, и он херачил. Он херачил во всю. Да, у него там не получилось по каким-то другим штукам, игровым, да, он не получал игровое время, поэтому во многом Амкал покинул. Но к тому, к контент-мейкингу вопросов, наверное, к нему вообще не было. Потому что там, да, может быть. Ну, я не знаю, я даже прямо говорю без всяких там каких-то намеков. Ну, команды некоторые, блять, не тупите, блять, создавайте даже искусственно, там, ну, образ проработать человеку, не знаю, придумать ему какие-то фишки, блять, хотя бы, блять, одному-двоим своим персонажам, чтобы в новом сезоне, ну, хотя бы, хоть искусственно пускай вытаскиваются эти инфоповоды, потому что, ну, пиздец, не хватает новых персонажей, и индустрия очень, блять, хромает из-за этого. И то, что заходят там, опять же, какие-то богатые команды, там, с каким-никаким, с любым финансированием. Там, хочется отсюда выносить положительные моменты в виде, вот для меня, например, мне очень хочется новых форматов. Потому что мы, там, твое любимое слово, немножко закопались. Вот. И, ну, правда, хочется каких-то новых форматов, прорывов и движений в сторону чего-то свежего. Фрэш. Феноменально. Мне кажется, лучше закончить нельзя. Мне кажется, мы сегодня конструктивнее посидели, чем неделю назад. Это факт. Спасибо, пацаны. В целом, для индустрии, я имею в виду. Да, всем спасибо большое. Я прям кайфанулся. У нас сегодня был стол, почти как самый первый. Только вместо Фила был Сибач. Наоборот. Вместо Сибача был Фил на первом стаде. Вместо Сибача. Вместо Сибача был Фил на первом стаде. Вместо Сибача был Сибач. У меня не сломалось ваше взаимопонимание. Да, и прям так хорошо было сегодня. Классно. Поддерживаем. Все. Спасибо.